Добрый день, уважаемые телезрители! Тема сегодняшней нашей передачи глободневна и немножечко тревожна. Что значит немножечко? Тревожно вообще. Сегодня мы с экранов телевизоров видим, как на мир надвинулось и вовсю развернулась уже третья волна пандемии. И мы видим, как некоторые страны закрываются наглухо, как в некоторых странах растет вовсю число заболевших и умерших. И кажется, что конца края нету этим волнам. Но мы видим в последнее время, как началась массовая вакцинация. И в нашей стране, и в других странах. Есть страны, которые демонстрируют весьма высокие темпы вакцинации. Например, Израиль. Вакцинация и третья волна. Как вакцинация может остановить дальнейшее распространение пандемии? Об этом мы поговорим сегодня с героем нашей передачи. И я их с удовольствием представлю. Это, в первую очередь, начнем по порядку. Резванов Альберт Анатольевич, директор научно-клинического центра претензионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Доктор наук, профессор. Киясов Андрей Павлович, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. И Хаиртынов, Халит Саубанович, главный инфекционист Минздрава Республики Татарстан. Как вы видите, эти люди глубоко в теме. И я надеюсь, что они сегодня ответят на те наши вопросы и развеют наши страхи по поводу и прививок, то есть вакцинации, и так называемой вероятности третьей волны в Российской Федерации. Итак, начнем. Я задам этот вопрос, наверное, вам, Андрей Павлович. Да нет, а вы задавайте. Дело в том, что, ну, во-первых, у нас назвали героями, мы, во-первых, никакие не герои. Герои передачи. А, герои передачи. Вот, поэтому, мне кажется, ну, если вы будете задавать вопросы, не ограничиваем, потому что легче будет отвечать кто-то одно сказал, кто-то другое, так сказать. Оно будет так поживее, чем мы. Ну, давайте, хорошо. Давайте будем, включим коллективный разум. Да, конечно. И я буду обращаться к коллективному разуму и задавать коллективному разуму коллективный вопрос. Итак, насколько вы оцениваете вот ту пугающую нас сейчас с экранов телевизоров, когда мы смотрим на западные страны, это ту самую третью волну пандемии в России, которой пока еще нет? Я почему-то, когда вы начали говорить, я сразу вспомнил профессора Филиппа Филипповича Преображенского. Вот он говорил, что, говорит, не читайте перед обедом советских газет. Так же это, не смотрите перед обедом телевизор, так сказать, и пользуйтесь, ну, такими, как бы научными проверенными источниками, нежели смотреть телевизор. Я понимаю, что нас тоже смотрят по телевизору, и поэтому я сразу говорю, что... У вас рекурсия возникает. Ну, да, вот не всегда то, что говорят, это так же, как на заборе, может быть, написано слово какое-то, но это забор, понимаете? Так и здесь. Поэтому здесь надо быть очень осторожным насчет пугалок. Да, ребят? Это да. Ну, может быть, Халисубаныч сначала официальную позицию. Да, потому что это все звучит. Халисубаныч в теме, как инфекционист главный Минздрава. Что касается вот этих трех волн, откуда это пошло? Вот если мы вернемся в историю, на сто лет назад, когда была пандемия испанки, там также было три волны. И, собственно говоря, прогнозирование ковида изначально, ровно год назад, строилось по именно этому сценарию. Возможное повторение испанки. И там действительно было три волны. Первая волна была умеренно выраженная, наиболее такая выраженная по количеству заболевших и по количеству летальных случаев была вторая волна. И умеренное повышение было связано с третьей волной, которая была достаточно затяжным. Нечто подобное мы наблюдаем и при ковиде. Первая волна, пик пришелся заболеваемости на мае месяц, июнь месяц. Это было весьма странно, поскольку это все-таки инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. А мы привыкли считать, что воздушно-капельные инфекции, они в основном регистрируются в холодное время года, когда к лету проходит. А здесь вот этот стереотип был опровергнут. Это ведь про Россию вы сейчас говорите. Это в целом я говорю. И про Россию в том числе. Вторая волна, конечно, была наиболее значимой, наиболее выраженной. Это конец сентября, октябрь месяц, ноябрь месяц. Большое количество заболевших потребовалось открывать дополнительные временные инфекционные госпиталя, потому что не хватало ресурсов медицинских. И где-то в декабре пошел спад. Сейчас мы видим, опять же, по официальной статистике, снижение ежедневных случаев заболевания ковидом. Но третья волна, она возможна. И она, скорее всего, будет в том случае, если не сформируется так называемый коллективный иммунитет. Об этом сейчас много говорим. Но если сравнивать, опять же, испанку и ковид, сто лет назад не было вакцинации, не было вакцинат гриппа. Сейчас у нас есть такая возможность вакцинировать. Поэтому если мы проведем организованную вакцинацию и создаем этот коллективный иммунитет, то есть шансы либо избежать этой третьей волны, либо она будет притекать с минимальными последствиями. Сразу вопрос. А сколько должно быть провакцинировано? То есть сколько должно вообще людей переболеть, чтобы был вот этот коллективный иммунитет? Не менее 70% населения должны иметь антицела. Имеется в виду не то, что переболеть. Либо переболеть, либо быть вакцинированными. То есть эти две величины складываются? Эти две величины складываются, да. То есть это те, у кого есть иммунный иммунитет против этого заболевания. Альберт Анатольевич, а вот третья волна, она ее связывает сейчас с появлением нового штамма британского. И мы тоже сейчас слышим, уже появился бразильский штамм, появился южноафриканский штамм. И этих штаммов каждый день появляется все больше и больше. Все-таки вирус продолжает мутировать. И вероятно ли наступление именно британского штамма и вот эта третья волна, про которую прогнозируют нам сейчас некоторые и средства массовой информации, и люди, причастные к этому, к этой индустрии медицинской. Действительно, новые штаммы опасны чем? Они более заразны, то есть более контагиозны, то есть передаются лучше от человека к человеку. Соответственно, идет гонка создания коллективного иммунитета и вируса, который распространяется в популяции. И если уж говорить о третьей волне, ну это на самом деле так уж условно третья волна. Многие ученые говорят, что первая эта волна не закончилась, потому что по сути своей... Тот же штамм продал, да, это в принципе, да, лейбл. По аналогии вот с испанкой, как Халют Субанович сказал. И вероятность того, что новые штаммы с ускоренной передачей от человека к человеку внесут свой вклад, плюс усталость людей от ограничительных мер, плюс низкие темпы вакцинации, вот эти все факторы как раз могут сложиться в неблагоприятную в целом эпидемиологическую ситуацию. Если честно, я вот здесь тоже не согласен с прессой насчет ограничительных мер. Вот я бы избегал этого термина, потому что реально это не ограничительные меры. Ограничительные – это когда тебя там в СИЗО держат или под домашним арестом. А здесь просто-напросто, как это сказать, контролировали, но и помогали, чтобы не было контактов излишних для того, чтобы передавалась инфекция. Я не могу согласиться, что ограничительные. Он не очень удачный, но он часто звучит. Очень принятый термин. А по сути своей – это то, что не ограничивает, а то, что защищает человека и защищает окружающих. Да, это коллективная профилактика. То есть вот такая. Вот тоже кошмар. Опять, хоть и Андрей Павлович призывает нас не смотреть, не читать советские газеты, не смотреть телевизор, но все-таки мы включаем телевизор и видим сейчас, что творится в Чехии, который сейчас держит пик по заболеваемости. Мы видим, что происходит в ближайших государствах рядом с Чехией. И опять все ссылаются. Вот этот британский штамм. Британский штамм. Даже вышло недавно исследование, что он на 36% летальнее, нежели... Это чье исследование, во-первых? И второе, вы когда говорите, там вот в Чехии, да? А в Чехии британский штамм? Да. Точно? Передают так. Ну, передают. Вот Халид Субанович правильно говорил. Всплески были, и непонятно, был первый всплеск, который у нас был, он летом. Потому что все воздушно-капельные инфекции, они передаются, когда, ну скажем так, осень-весна, когда тепло и сыро. И вот здесь вот нас пока спасает, это то, что у нас морозная, хорошая такая концовка зимы. Вот. А Чехия, там уже тепло. То есть, понимаете, там уже очень хорошая, солнечная была погода, тепло, там наверняка подснежники уже, как в Германии, так сказать, зацвели. Да, плюс 16. Ну, конечно, и люди уже начали контактировать между собой. То есть, и вот она пошла передача. То есть, мне кажется, только с этим связано. Ну, и плюс, вот если сравнивать с тем же Китаем, там очень такой тоталитарный режим. Всем сказали сидеть дома, все сидят. А Европа, Америка, почему, в общем-то, в этих странах относительно неблагополучной или неблагополучной ситуации, там свободы личности ставят выше, чем интересы общества. И люди говорят, почему я должен там себя вот ограничивать в чем-то. Нет, пусть другие это делают, а я пойду на улицу. И вот все они вышли дружно, перезаражались дружно, и в результате в той же Америке они имеют больше смертей, чем за первую, вторую мировые войны, плюс и Вьетнам, и Корея. То есть, вот вам результат... Какие-то фантастические цифры, 500 тысяч погибших. Да, более 500 тысяч уже. И наверняка сказали все эти уличные беспорядки, все эти движения БЛМ, штурмы Капитолия и прочая стягивная движуха. Все вместе, конечно. Понятно. Но теперь получается так. Слава Богу, что на дворе мороз. Пока. Пока. Но в воздухе уже попахивает весной. То есть, если я утром сегодня рано вышел, я околел, но сегодня днем, когда шел, уже припекает, уже чувствуется. И вы сколько на работу-то шли, потому что еще в 7 утра было 23 градуса мороза. Был холодно. Да. И вот сейчас в обед шел, и действительно солнышко припекает, и уже хорошо, и народ оживляется. Народ уже кучками кучкуется, люди стоят на улице, в сторону станет совсем тепло, и все вылезут. Тем более, вот тот же самый Собянин, например, в Москве, он уже снял ограничительный, ну, понятно, что неудобный термин, но ограничительные меры для 65-летних пожилых людей. Теперь они, истосковавшись по... Они и так-то особо не сидели, но теперь уже легально получили такой неофициальный аусвайс, на свободу передвижения, и они сейчас начнут действительно едеть через три остановки за картошкой, которая дешевле на рубль там в каком-то месте, и начнется такое передвижение, и начнется всплеск. И если британский штамм придет в Россию, а он неизменно придет, потому что мы видели, как коронавирус попал к нам тогда первую волну, его разносила элита. Есть такое мнение, что когда были перекрыты границы, многие рванули в Куршавель, в Лондоны, и оттуда уже понеслось. И мы видели, как практически все... практически все представители элиты заболели, и сейчас вот есть такая вероятность, что понесут этот британский штамм сюда к нам. Как мы к этому готовы? У нас идет массовая вакцинация, но работает ли она против вот этого британского штамма? Скажите, пожалуйста. Можно скажу про особенность вот этого британского штамма. Почему говорят, особо внимание уделяют британскому штамму, потому что в этом британском штамме там достаточно большое количество мутаций. То есть есть вот, например, испанские штаммы... То есть это не один отдельный вирус, а целая группа мутаций? Нет, это один вирус. Нет, зачем это тоже вирус? Внутри которого произошло 17 мутаций, установленных мутаций. Из них наиболее серьезной является мутация в вот этом спайк-белке, в шиповидном белке, который взаимодействует с рецептором андиотензин, превращающего фермента. И вот благодаря вот этой мутации улучшается связывание, связь между вирусом и клеткой-мишенью. Это обеспечивает, обуславливает более высокую уязвимость человека. То есть вот этот шип, спайк-белок, который лучше дать им... Он легче как бы беспрепятственно взаимодействовать с клеткой-мишенью, легче. И в этом плане увеличивается его заразность, этого вируса. Но при этом это не влияет на тяжесть клинических появлений. То есть заболевание притекает так же, как обычный немутированный вирус. Спасибо, Харик Филбонович, потому что начинаем пугать тут. То есть проще говоря, шип — это ключик, а замочек — это белок, ангиотензин превращающий фермент в двери, на клетке, через который... Вот сейчас ключик смазали просто. Он более смазанный, легче заходит. И всё. Но в смертельности ничего другого не увеличивается. То есть другими словами, вот все эти расхожие какие-то байки о том, что британский штамм, он смертельнее обычного вируса, это всё фейк. Он более заразный. Он просто более заразный. На самом деле, если уж быть откровенными до конца, то есть несколько исследований. Некоторые исследования показывают, что разницы нет. Некоторые исследования показывают разницу в 30%. Некоторые аж в 70%. Но на данный момент в статистике, которая бы чётко показала, что он более смертельный, такого нет. Поэтому, да, можно об этом рассуждать, но доказательств пока нет. Поэтому мы исходим из того, что да, он скорее всего более заразный. Но по поводу смертности тут всё ещё большие сомнения. И сейчас у нас в России началась массовая вакцинация. Я к чему этот разговор веду? Люди сейчас вакцинируются. Ну, слава богу, что это уже не те темпы. То есть массовая вакцинация, уважаемые телезрители, объявили три месяца назад. Три месяца назад, это было дело в декабре, когда было заявлено, и начались первые прививки. Но первое время было много нареканий по темпам вакцинации. Крайне низкие темпы, и это объяснялось тем, что производство только и только раскручивалось, запускалось. Была нехватка вакцин в регионах. Сегодня, например, в Казани мы видим, ну, можно даже в торговые центры прийти. Вот уже в ЦУМе открывается центр вакцинации, в Южном торговом центре открыт, в Меги открыт центр вакцинации. Вакцинируются в больницах, поликлиниках. Записаться, пожалуйста, очередей практически нет. Уже сейчас и с очередями более-менее как-то это все устаканилось. По всей России на сегодняшний день провакцинировано 5 миллионов человек. Ну, маловато, конечно, для населения, общего населения России. То есть это должно быть как минимум на порядок выше. Но темпы вакцинации раскручиваются, вакцинация спутником, сейчас идет в основном спутник, набирает обороты. В республике Татар-Тан на сегодняшний день провакцинировано 95 тысяч 200 человек. Тоже мало по отношению к населению республики. Но, как мы видим, вакцинация и идет, недостатка в вакцинах нет. Сейчас все главным образом упирается именно не в недостаток вакцин, а в отношении людей к этим вакцинам. И есть такое расхожее мнение, что, например, вот я сейчас буду выступать в ипостате такого скептика, сомневающегося, можно даже сказать антипрививочника. Вы выступаете, ради бога. Уважаемые мои герои передачи, гости, скажите, пожалуйста, вот британский штамм. Я делал, прокололся спутником. Сделал первый укол. Позавчера, допустим, я сделал второй укол. И вот приходит британский штамм, а спутник против него не работает. А кто вам это сказал? Есть такие страхи, что против новых штаммов наши вакцины... Это у кого не есть эти страхи? Понимаете, вот когда вот это говорят, это бабушка... А я как бабушка говорю. Нет, поэтому... И вам бабушка смотрит. Вот вам одна бабушка сказала, вы сейчас говорите. И вам бабушки смотрят. И они такие... У них в голове те же вопросы. Нет, здесь на самом деле уже привели эксперименты и показали, что и спутник В, и другие вакцины, которые формируют иммунитет на полный шпилечный белок, они как минимум на 90% эффективны и против новых штаммов. Таким образом, даже если и будет падение, то есть 10% на самом деле в пределах ошибки. Экспериментальный в данном случае. Кроме того, все ведь говорят, защищают, не защищают. Смотрят только антитела. Насколько новые штаммы чувствительны к антителам, которые выработались против китайского штамма. Но здесь тоже очень сложный вопрос. Во-первых, не стоит забывать, что антитела это только часть иммунитета. Еще более важным иммунитетом является так называемый клетчатый иммунитет. У нас в крови есть Т-клетки, которые уничтожают зараженные клетки, тем самым препятствуя распространению вируса. Это как, условно говоря, сжечь зараженный куст в огороде, чтобы предотвратить распространение вредителей с этого куста. И этот иммунитет строится по другому принципу, на другие участки белка. Поэтому ситуация, что мутирует сразу много участков белка и иммунитет провалится, такого не ожидается. Можно я тогда еще по-другому немножко, чтобы вот раз вы говорите, бабушки. Вот представьте себе, что вы с руками, с ногами и с головой, это вы есть вот этот шпиличный белок, против которого должны работать антитела. Антитела разные. Есть антитела, которые работают, связанные с вашим ухом. Есть с носом, есть с плечом, есть с кистью, есть с попой, есть с ногами. Их много против одного шпиличного белка. То есть потому, что у вас много, на вас много точек, вот этих антигенных детерминантов, с чем будут связываться антитела. И если даже ваше ухо стало квадратным, как у британского штамма, то против всех других ваших частей будут нарабатываться антитела, и они будут мешать вам работать и функционировать, как заразе. Понимаете, какая штука? То есть, та ваша аргументация, которая прозвучала примерно минут 10 назад, что всего-навсего у британского штамма этот ключ, замок и смазка получше. Ну, конечно, это квадратный ухо. отличается только особенностями своего шипа, но не отличается какими-то сверхособенностями, и поэтому наши российские вакцины, они на него действуют, они борются с ним совершенно так же, как борются с... Ну, давайте так, тогда более корректно. То есть, мы же не совсем пропагандисты. Альберт Анатольевич правильно сказал. Он сказал, когда вакцина направлена на выработку антител, то есть, иммунитета, в этой ситуации гуморального, против всего шпиличного белка. И вот, та вакцина, про которую говорили, спутник Ви, там, да, там заложен на весь шпиличный белок. Есть не на весь шпиличный белок, есть на кусочки другая вакцина. То там гарантировать никто не может пока. То есть, надо проверить просто. То есть, да, тоже может быть сработает. Но пока вот, ну, как бы вот здесь вот мы говорим с уверенностью, потому что я вам на вашем примере рассказал. Вот, когда на весь шпиличный белок. Когда на определенный, то есть, когда ввели в виде плечо, локоть и ухо в виде антигенных детерминантов для выработки иммунитета. А у вас поменялся нос. Понимаете? то есть, вот. Очень доходчиво. Спасибо. И, все-таки, опять, с позиции обывателя, мы слышим, есть целые страны, где вакцинация сейчас идет крайне слабо. И, можно даже сказать, отсутствует. И, есть страны, где популяции, вот там, например, Африка, где, вот, как котел, который булькает-булькает и продолжает производить новые мутации, и вот там сейчас появился южноафриканский штамм, про который сейчас пугают, и пугает нас сейчас бразильским штаммом, и одни говорят, что все, вообще, не только, там, спутник ВИИ, там, российские вакцины, но и западные вакцины, то они на него, на эти новые штаммы не действуют, и что вот-вот придет какой-то такой мутаген этого, ну, мутация этого вируса, которая обнулит все эти вакцины. Извините, я тогда, коллеги, извините, я просто, понимаете, вот, когда вы задаете, вы правильно задаете, как обыватель, вопросы, что они на него не действуют. Итак, вакцина, это не лекарственный препарат. Она формирует иммуноответ. Стоп. Вакцина, это ослабленная штука, которая вводится в организм, имитируя заболевание. То есть, и вот организм понимает, что да, я вроде бы заболел, почему реакции после иммунизации, после вакцинации вот этой вот. И весь организм начинает тренироваться. Понимаете? И вот тогда только формируется иммунитет. Поэтому здесь, ну, все зависит от вакцины, не надо пугаться, так сказать, потому что сейчас вакцина еще одна на подходе, которая зарегистрирована. Это вообще вакцина, полностью убитый вирус, где там вообще все белки, которые в нем есть, так сказать, и будет нарабатываться иммунитет. Я уверен, что не только в России и на Западе появится, потому что разработки, вот мы с коллегами обсуждали, что сейчас ведутся разработки не только вот этих вот атонувированных, то есть убитых вирусных вакцин и ослабленных вакцин. То есть, разные-разные. И матричные РНК. Ну, матричные, это фазеровская, так сказать, там немножко... И модерна, да. Вот. Поэтому, но здесь самое важное, я потом замолчу, вот когда все это началось, я студентам с вами рассказываю, вы помните, как было? Все поняли, это пневмония. Невозможно было закупить аппараты искусственной вентиляции легких. Нам надо было в клинику для операционной. Потому что все олигархи скупили, и каждый считал, что если у него в кабинете стоит аппарат ИВЛ, а то и два, а то и два, да, то все, он решил все проблемы с ковидом. Оказалось совершенно не так. Понимаете, сейчас благодаря нашим медикам, героизму, так сказать, который они проявили, на самом деле понимаем, что как она развивается, как лечить, как биологическими препаратами лечить. То есть, поэтому здесь, но я к чему к началу вернулся. Вот если бы в самом начале не аппараты ИВЛ покупали, а на тот момент была бы вакцина. Вот поверьте, вот этого вот как бы скептицизма, боязни и кухонных разговоров поможет, не поможет, на тот момент не было бы. Все. Потому что вакцина, слушайте, против черной оспы, Дженнер, когда придумал свою вакцину, там столько было антипрививочников, столько карикатур было, что из головы, из уха коровы растут. И потом, если вы просто забейте, так сказать, как бы информацию, карикатуры на прививке, вы поймете, что очень много антипрививочных карикатур за все эти столетия было. Их можно прямо сейчас даже ставить. Можно сейчас, да. Поэтому нет. С того времени. Ну, конечно, ну, не знаю, вот была бы вакцина на начало эпидемии, вообще бы, так сказать, как бы, я думаю, не было бы эпидемии. Насколько я понимаю, вакцины совершенствуются, вакцины, на подходе еще, говорят, четвертая какая-то вакцина уже, или там пятая, в Российской Федерации имеется в виду. Ну, здесь это уже не принципиально. Сейчас, имея три вакцины, это уже достаточно большой ассортимент, здесь нужно больше думать о наращивании темпов производства и самой вакцинации. Но хочу сказать, что вот эта вот пандемия, она полностью поменяла правила игры по разработке вакцин. Если раньше, чтобы разработать вакцину, требовалось, там, пять, иногда, десять лет, то сейчас, благодаря применению современных технологий, ну и, конечно же, политическому, скажем так, влиянию, как-то административному ресурсу, что укоротили процедуру рассмотрения. Да, можно как бы 30 дней по закону рассмотреть, а можно за один день, если очень постараться, не нарушая при этом саму процедуру. Так вот, современные вакцины дошли до потребителя буквально за несколько месяцев, что является прорывом. И более того, эти вакцины созданы на таких технологиях, где очень легко внести изменения. То есть буквально за пару месяцев можно модифицировать вакцину, чтобы она боролась с любым другим новым штаммом коронавируса. Но это если потребуется. На данный же момент, да, есть отдельные публикации, но эти все публикации пока не в рецензируемых журналах. Это просто пока написали на заборе ученые в своем блоге как-то это так называемые препринты. Это когда ученые выкладывают результаты своих предварительных исследований для общего обсуждения, после чего публикация должна пройти через официальную стадию рецензирования. К тому же спутнику В все придирались, нигде не было опубликовано. Потом, когда опубликовали в Ланцете, у всех сразу же отпали вопросы. Так же и здесь. Пока это вызывает больше вопросов, потому что не опубликовано по всем правилам. Как только мы увидим результаты этих исследований опубликованных в рецензируемых журналах, тогда уже будем более серьезно к этому относиться с научной точки зрения. По-другому мы с Халисовом Буановичем медицинское образование не имеем. Я могу сказать, пандемия это как война. Так вот, во время войны, например, готовили врачей за три года. То есть, они не ходили на физкультуру, они не изучали историю марксизма, ленинизма, они еще что-то там, что не так важно. Но за три года готовили врачей, которые, в общем-то, спасали жизни во время Второй мировой войны Великой Отечественной. И точно так же, это такая же война. Просто здесь чуть-чуть что-то, как говорится, сделали побыстрее. Бюрократии меньше было. И вот я даже слышал такое даже определение, что это героическая концепция при регистрации и изготовлении вакцин. То есть, это в ускоренном режиме, клинические испытания там прямо шли уже в режиме реального времени, то есть, не так вот изолировано, а уже сразу все это пошло. Я имею в виду спутник Ви. И, уважаемые телезрители, это не только в нашей стране такая история, что вот так вот срочно надо было регистрировать. Тот же самый FIDER, та же самая MODERNA, та же самая AstraZeneca, они точно так же были зарегистрированы в ускоренном порядке, по ускоренным протоколам. И здесь нет ничего такого, что вот есть такие страхи, что сделали быстро-быстро-быстро, а вот там а кто-то там самый умный. Еще пример тогда, вот если вы говорите как обыватель. Дело в том, что положено чиновнику отвечать на любое письмо, которое поступило, вот там жалобу или вопрос в течение 30 дней. И вот значит на письмо он ждет 29 дней и на 30-й только пишет ответ. Тебя не устроил, ты опять пишешь и опять 30 дней. Все это растягивается на сколько? Года. На 60 дней как минимум. Вот есть и два запроса. Здесь просто-напросто написал запрос, на следующий день ответили. Написал запрос, на следующий день ответили. За два дня все сделали. И потом я что хочу тоже добавить, ведь хотя вот этот спутник ВИИ вакцина, она ну как бы вакцинного поколения, векторная вакцина, но институт Гамалея, научный центр имени Гамалея, который заработает вакцину, имел уже опыт по созданию подобных вакцин. Вакцина Эбова, тоже векторная вакцина. Поэтому это не с нуля происходило, имелся колоссальный опыт и благодаря вот этому опыту и успели создать за короткий период времени. То есть, чемоданчик уже был, просто в этот чемоданчик положили другие вещи. То есть, вот новые технологические платформы, которые как раз новые достижения науки, которые позволяют внося минимальные изменения создавать новые лекарственные препараты. То есть, уже была база. Вектор, то есть, аденовирус, который, так сказать, взят, это чемодан. И когда Эбол против Эбола разрабатывали в чемодан, клали непосредственно кусочек нуклеиновых кислот того вируса. Разработали. Теперь появился новый вирус. В этот чемодан вместо нуклеиновых кислот вируса Эбола положили коронавирусную, кусочек. Появится новый, положат в этот чемодан другое. То есть, вы знаете, я хочу поделиться, я и давно, и год назад, и недавно тоже сел и еще раз пересмотрел этот знаменитый голливудский фильм Стивена Содерберга «Заражение». Он снят в 2011 году, и когда его смотришь, он такой чувствует, что он описывает прямо текущее событие. Я задался вопросом, как он мог это все предусмотреть, летучие мыши, и вот как это все пойдет, и какие там будут промахи все эти сделаны, и вообще, и он что провидит. А потом, когда почитал материалы о том, как этот фильм делался, что оказывается это все основывалось на материалах 2002 года Южный Китай, это вспышка атипичной пневмонии, и там тоже также была летучая мышь. И там также коронавирус. Да, тот же самый коронавирус, та же самая летучая мыши, и там правда был не панголин, который вот сейчас в нынешнем коронавирусе, где, говорят, произошло перекрестное... Мне сейчас про панголин уже не говорят. Ну, пока до недавнего времени говорили, а там какой-то другой пушной зверек скакал по этим пальмам, и он как-то обменялся, говорят, кроссовер произошел у него с коронавирусом летучей мыши, коронавирус этого пушного зверька. И вот в 2002 году это все было, и медицина, естественно, медицина тогда отрабатывала на том самом коронавирусе 2002 года все и протоколы, и вакцины, и все, и тому подобное. Поэтому, как Андрей Павлович правильно говорит, чемодан уже был готов, чемодан уже был сделан, и, соответственно, спутник Ви, там нет ничего революционного, нет ничего взятого там с потолка, достали чемодан, модернизировали, быстро все это... Более того, скажу тогда, такой же чемоданчик Альберт Анатольевич приготовил, он немножко другого цвета, ну, как бы, вот вектор другой, но тоже, который можно будет использовать, поэтому здесь очень много сейчас наработок в мире, которые можно легко использовать и делать новую вакцину. То есть, если, уважаемые телезрители, если появится новый штамм, уже, по крайней мере, за последний год накоплено столько, что к этому новому штамму его не будут на него смотреть, как на новые ворота, а будут уже использовать всю имеющуюся базу, все наработки, и я так думаю, что там, если появится действительно такая мутация, которая будет действительно противостоять всем имеющимся прививкам к вакцинам, то разработают в кратчайшие сроки вакцину, которая справится именно с новой мутацией, поэтому здесь страхи не обоснованы. Я хотел бы провести параллель с гриппом. Вирус гриппа высоко видоизменчивый, мутация довольно часто происходит, появляются какие-то новые штаммы, самые яркие воспоминания от птичьего гриппа, от свиного гриппа, и вынуждены изготовители вакцин учитывать меняющиеся штаммы и вносить изменения в состав вакцин, поэтому та вакцина, которая использовалась от гриппа, например, 15-20-10 лет назад, она была тогда эффективна, а сейчас уже неэффективна, нужны другие вакцины с учетом уже изменившихся штаммов, поэтому возможно и с коронавирусом будет происходить подобное, и такие возможности в плане внесения изменений в состав вакцин, конечно, есть. Более того, бывает, что промахиваются и не совсем точно предсказывают, какой штамм гриппа будет циркулировать в следующем году, с гриппом сложнее. Но здесь стоит тоже очень важный момент, даже если вакцина, то есть против гриппа, например, промахнулись со штаммом, вакцина все равно защитит от тяжелого протекания болезни. То же самое с коронавирусной инфекцией, даже если возникнет штамм, условно говоря, в кавычках устойчивый к вакцине, это не значит, что он будет на 100% устойчивый. Вакцина все равно устойчива к вакцине не может быть. Ну, устойчивый к иммунной системе будет не так эффективным. Иммунная система, которая выработала... Не так легко распознавать его. Но иммунная система все равно будет достаточно эффективна, чтобы как минимум не допустить тяжелого протекания заболевания. Так что в любом случае, если сейчас вакцинироваться, все равно защита будет. Коллеги правы, Калиц Субан, что-то на грипп, и потом Альберт Анатольевич. Дело в том, что с гриппами сложнее. Дело в том, что у гриппа два белка на поверхности его есть, и которые изменяются. Их больше десятка. Одной разновидности это гемаглюцининов, так сказать, и нейроминидаз. И поэтому вот это сочетание быстро-быстро меняется. Очень много мутаций. Там на самом деле не мутация, там идет реассортанты, то есть там идет перетасовка колоды. То есть из природы берется уже готовая карта. То есть вопрос больше не сколько в мутациях, сколько в перетасовке колоды. Потому что скорость мутации у любого вируса не настолько высока, чтобы в течение одной пандемии полностью перестроиться и избежать иммунитета. То есть там другой абсолютно механизм, но даже с тем механизмом вакцины вполне эффективны. Ну и с британским, там кстати тоже непонятно. Сейчас американцы тоже обнаружили новый. Получается, что люди с подавленной иммунной системой, ну там на какой-то химии, которые долго и заразились коронавирусом, вот когда в одном организме он долго-долго живет, то вот там вроде как он меняется, это то, что вы говорите мутацией, так сказать. Но это совершенно не значит, что он, как это сказать, вот как с вирусом гриппа быстренько будет меняться. Тут опять-таки тот главный шип у него, через этот шип он попадает. надеюсь, уважаемые телегрители, основные страхи развеяны, но все-таки я продолжаю выступать в роли такого, в общем-то, антипрививичника, скептика. То есть пока про антипрививки ничего не сказали. Ну, я буду задавать вопросы, как антипрививочник. А, ну задавайте. Значит, вот, я не буду задавать вам дурацкие вопросы про 5G, про внедрение чипов, про Билла Гейтса и против рептилоидов, про которые это уже совсем, конечно, это уже оскорбление вообще уровня нашей передачи и вообще неуважение ни к вам, ни ко мне, и даже к нашим уважаемым телезрителям. Здесь будут немножко другие вопросы, которые сейчас циркулируют во всяких соцсетях, блогах, в мессенджерах, по ватсапу рассылают, там тоже зло такое есть от массовой рассылки, и пишут какие-то совершенно дикие случаи, что вот, допустим, аутизм следствие этих сейчас после прививки спутником Ви пишут, что мужиков пугает, мужчин пугает, что наступает половая слабость, что возникают такие последствия, еще... То есть вы про половую слабость имеете ввиду чего? У них желание отпадает или эректильная дисфункция? Много вариантов, Андрей Павлович, много вариантов. Иногда они все сливаются в один. Это в самых тяжелых случаях. Это тогда гермафродитация происходит. Да, да, да. То есть если читать эти соцсети и блогеров, то действительно там какого-то мальчику из Кемеров сделали мутацию, сделали прививку, на третий день умер. Ну, как вот в детских страшилках, сказках. Но это, наверное, не от коронавируса, потому что от коронавируса вакцинацию. Ну, пишут, что человеку был вакцинация. Нет, подождите, вот вы задаете вопрос, вы как говорите, как антипрививочник. Вот вам сейчас совершенно четко ответили, что реально это ложь, потому что с 18 лет только проводят вакцинацию. Мальчик? Нет. Это точно так же, как было, что от коронавируса, если дети перенесли коронавирусную инфекцию, то они становятся бесплодными. Извините меня, у мальчиков сперматозоиды начинают воробаться только после пубертата, после 14. И кто это, детей, проверял с 7-8 летних, плодные они, так сказать, как бы сфертильны они или нефертильны. Все это тоже ложь. Или есть еще как бы группа критиков, которые сделали вакцину, например, спутник В, она против шпильчатого белка, а потом пошли в лабораторию и сделали анализ антител на нуклеокапсидный белок, то есть на другой белок, потому что есть разные антитела. И потом говорят, а у меня нет антител после прививки, хотя прекрасно понимают, то есть, что на самом деле выбрали такой тест, который заведомо покажет отрицательный результат. Не потому, что вакцина не сработала, а просто этот тест на другой компонент вируса. Но это все можно извратить, формально показать тест на бумажке, не объясняя обывателю детали, скажем так, медицинские, биологические этого теста. И потом вещать, что все не работает, все плохо. Но вот самый простой скажем так, аргумент, если бы эта вакцина не работала, или если чего хуже, она была бы еще и вредной, то неужели бы российское государство сейчас активно экспортировало это по всему миру? Представляете, если вот сейчас пойдет по всему миру волна проблем с этой вакциной, нам мало санкционных дел сейчас, нас бы уже просто, понимаете? Проклили бы до конца времен. Эта страна была бы изгоем, так сказать, ну вообще все бы. Проблема заключается в том, что наши сработали очень хорошо. Я имею в виду, Россия в этой ситуации, особенно когда три вакцины сейчас зарегистрировала, никто не ожидал. И это очень на самом деле напоминает 61-й год. За космос тоже все боролись. И у нас белка и стрелка летала. Но у нас был первый человек, который полетел в космос. И сейчас, вы понимаете, вот можно вспомнить и астронавтов, кто на Луну высадился. Но первый-то Гагарин, и Гагарина знают все. И вот здесь та же самая ситуация. Это идет идеологическая борьба. И Альберт правильно сказал, если бы она была, если бы в ней нашли изъян, нас бы просто смешали сейчас с грязью. Я здесь хочу еще сказать, советская научная школа, российская научная школа, это же годами сформировался колоссальный опыт по созданию вакцин. Советские вакцины всегда признавались одним из лучших в мире. И то, что сейчас была создана вакцина «Спутник Ви», мы можем сравнение привести. Например, есть другая векторная вакцина, зарубежная, Астрозенека, там тоже векторная вакцина, но использовалась в качестве вектора не аденовирус человека, а аденовирус шимпанзе. И если сравнивать эффективность спутника Ви, который составляет около 95%, и эффективность вакцины Астрозенека, составляющая 60-70%, мы можем делать выводы, хотя и Великобритания славилась в свое время хорошими вакцинами, и Советский Союз сотрудничал в этом плане. Поэтому здесь можно только радоваться, гордиться, что в нашей стране созданы такие эффективные вакцины. А потом посмотрите, где они созданы, были те, которые зарегистрированы, конечно, и мощности были, и научные, и производственные для быстрого темпа, но кто такой Гамалей был? А Чумаковский центр, который создан? А в Новосибирске? То есть вот Гамалей, это на самом деле инфекции. Это уже многолетняя, десятилетняя, столетняя борьба с инфекциями. Чумаков. Центр Чумаков, почему Нос Чумаков? Потому что это те наши советские против полимелита вакцины, против клещевого энцефалита. То есть это наработанные технологиями. Как вы уже очень остроумно сказали, чемоданы, там уже эти россыпи этих чемоданов в этих центрах уже были готовы, и соответственно получился такой потрясающий быстрый ответ и хороший качественный. Я для наших уважаемых телезрителей хочу заметить, что только на сегодняшний день в 49 странах уже каждый день практически каждая страна сейчас такой темп пошел, зарегистрирован наш российский спутник Ви в 49 странах и открыто производство по всему миру открывается производство по производству вакцины спутник Ви и очень мощное производство в Южной Корее. Мы слышим, что сейчас собирается завод запускать в Италии везде наш спутник Ви. Это не пропаганда. Я хотел сказать, это не пропаганда, это вы просто как раз подтверждаете то, о чем сейчас говорили, что это на самом деле качественный продукт, которому верят. И соответственно, если бы там было что-то такое нехорошее, то неужели в 49 странах дураки работают, полные идиоты, которые не понимают этого всего. спутник Ви разбирается руками-ногами, им прививаются президенты стран прилюдные, и у всех одно и то же дайте, дайте эту вакцину, дайте нам, дайте. В последнее время даже я недавно, где-то дня два назад видел видеоролик о том, как зарубежные туристы начали прилетать к нам в Российскую Федерацию для того, чтобы сделать уколы нашими российскими вакцинами уже это уже показатель доверия действительно к нашим разработкам, но опять задаю вопрос тоже такой, который звучит сейчас тоже в тех же самых форумах, начинает сравнивать вакцины, сравнивают вакцины, но в основном Пайдер и Модерну нашим спутникам и говорят, может быть все-таки лучше привиться вот этими вакцинами, поскольку сейчас мы видим, что за рубежом идет такое движение, хотят вводить паспорта некие вакцинации, и если там будет стоять в паспорте Файдер, то пересечение границ, и вообще они станут намного проще и веселее, вот, как уже это уже фактически в Израиле есть, где непривитые, они попадают немножко в другие, в другую, в дискриминационные условия, и вот такой вопрос, а может все-таки лучше делать зарубежные, задают на форумах эти вопросы, нежели нашим спутникам, как вы на него ответите? Ну, это все на самом деле политика и экономика, это борьба за рынок, борьба за политику, у меня вот знакомые, как бы профессор в Соединенных Штатах Америки, пошла в страховую компанию, где она обслуживается, так ее записали на прививку на осень как бы этого года, то есть, а раньше нету вакцины, поэтому можно говорить о том, что какая она хорошая, какая она такая, сякая, но ее нет, то есть, ее не хватает и темпы производства, и ее сейчас отстают уже на несколько месяцев, от плановых. Поэтому хороша ложка к обеду, а вакцина по сути своей та, которая есть сейчас. И вот очень часто спрашивают по российским вакцинам, какой прививаться, вот теперь появилось три вакцины, ну, условно говоря, одна еще на самом деле не до конца, как бы доступна, но, допустим, будет три вакцины и станет проблема выбора, чем прививаться. По сути своей то, что дают темы прививаться, потому что все они показали свою эффективность. У них они на разных принципах работают, но конечный результат формирования иммунитета, они все справляются с этой задачей. То есть неважно. я честно скажу, вот тогда я вмешаюсь, может быть, сейчас Халицу Бонычу мне помогут разобраться, я прекрасно понимаю, как срабатывает наша иммунная система, когда вводится спутник. То есть аденовирус попадает в клетку, там он размножается, и когда он размножается, там получается внутри клетки, эта клетка должна погибнуть, появляются вставленные вот это вот с РНК белки шипа. И когда... Она не погибает, она выставляет на поверхность, выставляет. Но здесь она понятна, она выставила, почему, так сказать, она выставила на главный комплекс гидсовоместимости, понятно, почему она выставила. То есть вот. Значит, я понимаю, как векторовская. Ну, то есть там, грубо говоря, это опять-таки кусочки белка, шипа, с усилителем иммунитета, с возбудителем иммунитета вводится, иммунная система возбуждена возбудителем. Векторная вакцина. Нет, это не вектор. Нет, это пептидные. Это пептидные. Это куски белка. Эпивак корона. Да. И здесь пришли, так сказать, клетки, посмотрели, ох-то, чужой белок начали вырабатывать. Прекрасно понимаю, как работает, опять, тоже с добавкой усилителя иммунитета в центре Чумакова разработанная вакцина. Я не совсем понимаю, честно говоря, вот по Пфайзеровской механизм. Здесь все это матричная РНК, насколько я понимаю. А я понимаю, что это такое. Я не понимаю, как иммунная система срабатывает. Давайте я объясню. Давайте. Это матричная РНК упакована в микровизикулы, то есть в маленькие пузырьки липидные. Хорошо. Которые проникают в клетку. В клетку. Дальше. Начинает синтезироваться белок. Хорошо, синтезируется белок. А почему... Вот я с этого момента. Вот до этого я все понимаю. А почему этот белок, который синтезируется внутри клетки, должен быть выставлен и вставлен в главный комплекс гидсовместимости? Почему этот белок не остается внутри клетки? Почему этот белок не встраивается в скелет? Почему этот белок, который появился, не появляется еще где-то? Вот я вот это... Объясните. Дело в том, что все белки, которые синтезируются в нашей клетке, перемалываются. Ну, какая-то часть их. И вот этот вот набор пептидов, набор обломков белков начинает вывешиваться снаружи клетки. А зачем вывешиваться, когда экзоцитозом можно вывалить? Нет, подождите. В главный комплекс гидсовместимости вставляется только чужеродный белок, который, так сказать, как бы... Нет, нет. Туда вставляются и собственные белки тоже. И это узнавание свой чужой. В главный комплекс? Да, конечно. Идет узнавание свой чужой. Сам главный комплекс состоит из двух белков. Ладно, мы, кстати, поспорим на эту тему, потому что я, когда задался вопросом, я на самом деле не очень понял эффективность, так сказать, почему это встраивается, почему иммунная система. Ну, если на пальцах сказать, то есть, опять-таки, мы все-таки для общей аудитории говорим, то, в принципе, в клетке работает система свой-чужой. И постоянно свои белки, обломки своих белков тоже выставляются. Просто иммунная система узнает их как свой. Если же в клетке появляется любой другой патоген, и от него появляются белки, которые иммунная система считает чужими, то как раз вот система свой-чужой и срабатывает. Да не срабатывает она система. Я почему... Вот мы это... Я до конца не могу разобраться по одной простой. Все знают прионовую историю. А это вообще белок. Белок, который заставлял, так сказать, еще, так сказать, работать уже машинерию, которая есть генетическую внутри клеток, для того, чтобы опять эти белки... Но почему-то прион на поверхности не выставлялся, а он чужой. Ну, здесь, скажем так, можно спорить по сути своей, что Pfizer, Moderna, что спутник, в любом случае идет доставка генетического материала внутрь клетки. Генетический материал считывается, клетка использует ее как инструкцию для выработки вирусного белка, и уже вот этот вот вирусный белок и стимулирует иммунитет. но в одном случае, когда вектор доставляет это вирус, так сказать, и в этой ситуации клетка на самом деле воленс-ноленс выставит и вставит в главный комплекс к диссовместимости, там, где идет проверка иммунокомпетентными клетками. А здесь я просто... Здесь тоже самое. Я как инструкция. Здесь просто другой чемодан. Если в случае спутника В чемодан это аденовирус, то в случае Pfizer или Moderna чемодан это липидный пузырек. Только и всего. А дальше в случае А вируса, там ведь геном аденовируса, так сказать, сохранен. Это в геном аденовируса ведь вставлено. И там реально, когда аденовирус попадает, там в любом случае белки аденовируса тоже синтезируются. Нет. Там не идет синтеза аденовирусных белков. Почему? Он полностью выпотрошен. Там идет синтез только целевого гена. Никаких побочных эффектов синтеза других белков не происходит. То есть рамки вот эти вот начало считывания убра... Это в упаковочных клетках происходит синтез с другого препарата, условно говоря. То есть грубо говоря искусственным путем собирают... Вакцина приводит к синтезу только целевого шпильчного белка. Все остальные вещи они выведены в технологическую цепочку и в пациенту уже не попадают. То есть это матричная РНК, это грубо говоря искусственный синтез... Это инструкция для клетки. Да, инструкция. Обернули ее липидную оболочку, чтобы она прилипла. Дотолкнули. А так особой разницы в общем-то нет. Идеологически с точки зрения самой технологии выработки иммунного ответа нет. То есть вот традиционные вакцины представляют собой уже либо сам вирус ослабленный или убитый или его белки или пептиды. То есть когда иммунитету дается уже готовый антиген. То есть чтобы иммунная система обнюхала его, узнала, запомнила и начала бороться. Вот технологический прорыв произошел, что теперь вакцины это не кусочки вируса в той или иной форме, а инструкция. По сути своей мы как генетический код, как компьютерный код доставляем в клетку, клетка его считывает и сама уже синтезирует необходимый вирусный белок, чтобы стимулировать иммунитет. То есть с этой модерны и с Pfizer носились, что это последнее слово. Так оно и есть. Да, так. И более того, аденовирусный это тоже последнее слово. Это первый раз, когда это дошло до широкого применения. Но вы правы, с точки зрения выработки иммунного ответа нет никакой разницы Pfizer, Moderna, спутник ВИД. Поэтому, уважаемые телезрители, вот этот вопрос выбора, который некоторых мучает, он может с точки зрения выработки иммунного ответа не имеет вообще никакого смысла. Да, есть какой-то наверное смысл в политических сейчас махинациях связанных именно с продвижением защиты своих вакцин, с этой информационной войной допустим против того же самого спутника ВИД со стороны других производителей вакцин. Это нормальный рынок, люди делят рынок и хотят как-то защищаться и эти даже будут вводить. ненормально, когда речь идет о здоровье и жизни, но тут не о дележке рынка. Мы вот как раз попадаем на сферу размышлений капитализм, ВС, свобода, равен. Гуманизм. Да, гуманизм. ВС, гуманизм. Здесь получается каждая страна, точнее говоря, Соединенные Штаты Америки, в данном случае, они защищают свои экономические интересы и защищают политическими методами. В то же время было об этом уже заявлено, что и матричные вакцины, и векторные вакцины имеют примерно одинаковую эффективность 95%. Но у каждого вакцины есть свои преимущества, есть свои минусы. Минус у Pfizer то, что требуется низкозаморозка. Вакцина хранится при температуре минус 70 градусов. И плюс контроль качества сложнее, потому что это РНК синтезируется на специальных синтезаторе. там уже есть сообщение, что разные партии обладают разной эффективностью из-за того, что процесс синтеза идет немножечко по-другому. В этом плане спутник В конечно выигрывает экономику процесса. Я поясню сейчас глубоко в теме. Дело в том, что в спутнике В, когда мы говорим про РНК, это кусок РНК самого а в файзеровской это матричная РНК. Что это такое? Потому что с вирусной РНК сначала должно перечитаться, потом должна наработаться матричная РНК, и потом только в клетке начинают синтезироваться белки вируса. А здесь уже сразу к рибосомам подтащили матричную РНК. Прямо промежуточных нет звеньев, процессов промежуточных. Укоротили несколько, на один шаг. Не совсем если чуть-чуть упростить, то спутник В это натуральный продукт, условно говоря, как-то брожение, а модерна это полностью синтетическое. Это ГМО. Здесь есть свой плюс, конечно, в том плане, что чисто синтетические вещи, там проще контролировать состав. Но, как всегда, есть свои плюсы, свои минусы. Плюсы, то есть это то, что синтетика, ты четко знаешь, из чего она состоит. Минусы, сложный контроль качества и сложные условия хранения. Но иммунный ответ, но иммунный ответ на выходе, как бы, те же яйца, только в профиль. Поэтому, это говорится. Зрители нет, куриные яйца же или перипедимные. На вкус и свет фломастеры разные и вакцины разные, но они все сводятся к одному, к формированию иммунного ответа, а он, как правило, одинаков при применении всех вакцин, поэтому нет никакой разницы. И надеюсь, что большинство страхов мы сегодня развеяли, и сейчас приступим к такому вопросу, который сейчас идет, темпы вакцинации. Вот, она, наверное, действительно, вот эта фобия есть, и вот, может быть, мы в нашей передаче развеяли часть этих фобий страхов, уважаемые зрители, все-таки, если это, большой, действительно, совет, вакцинируйтесь, есть возможности, есть варианты, то, чтобы вся эта напасть ушла в прошлое. Пока темпы вакцинации слабые, вот, Халид Саубанович, может быть, вы поясните, пока 95 тысяч по республике Татарстан провакцинировано, это при трех миллионах взрослого населения, я не имею в виду вакцинацию детей, вот, и если такими темпами люди подсчитывали, что где-то минимум 500 дней, чтобы достичь вот этой стадии, чтобы там все сложилось, и течение процентов у нас получилось и переболевших, и провакцинирующих, что нам надо делать, чтобы ну, вот смотрите, один из наиболее часто задаваемых вопросов, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции, ковида, она закончится тогда, когда сформируется коллективный иммунитет. Каким образом он может сформироваться? Либо человек переболеет коронавирусной инфекцией с неизвестным при этом исходом и прогнозом, потому что есть острый ковид, а есть так называемый постковид. Человек переболел, выписывался из больницы, а еще могут испытывать проблемы с здоровьем со стороны сердечно-сосудистой, со стороны нервной системы и так далее. Поэтому это совершенно не означает, что человек переболевший путь, это, конечно, вакцинация. И вакцинация это, конечно, шанс приблизить время окончания пандемии. И, конечно, ни о каких 500 днях мы здесь говорить не должны. Чем за более короткий период времени мы вакцинируем максимальное количество населения, тем быстрее мы справимся с коронавирусной инфекцией. Поэтому здесь задача только так стоит. Это вы говорите о государственной как бы задаче, а если говорить о личном самочувствии, так сказать, вот кто-то переболел, вы провакцинировались, так сказать. И поэтому в этой ситуации хорошо, кто-то переболел легко, а кто-то и не выбрался из этого. Поэтому вы видите вот сейчас сообщение, сколько было смертностей. Пусть они были списаны на болезни системы кровообращения, но это, как правило, осложнение ковида в большинстве случаев было. Поэтому здесь каждый выбор делает свой. Либо сыграть в ящик, так сказать, либо вакцинироваться, либо, так сказать, прятаться, либо вообще убежать куда-то, так сказать, вон как Агафья Лыкова жить, ни с кем не контактировать. То есть у нас у всех будет иммунитет. То есть либо по-хорошему, либо по-плохому. По-хорошему с вакциной, по-плохому переболев. А для того, чтобы убедить людей вакцинировать, необходимо просто вот несколько раз посмотреть вот эти репортажи, где вот показывали, как работает ковидная больница, ковидный госпитал. Из красной зоны, да. Пациентов, которые находятся на спиратурной поддержке на инвазивной вентиляции легких, вот. И тогда все станет понятно, нужно вакцинироваться или не нужно. Хороший аргумент. Я думаю, что каждый из нас сейчас должен задуматься. Да не надо никому призывать задуматься. Мы сказали все, что есть, так сказать, если кто-то... здесь все взрослые люди. Дело добровольное, дело, конечно, добровольное, но коллективный иммунитет, как Альберт Анатольевич сказал, рано или поздно наступит. Вопрос только, какой ценой, и от нас действительно, от нашего разума зависит, будут ли третья волна, четвертая, пятая, шестая, или все просто закончится, и мы заживем той жизнью, которая была у нас до, со всеми ее прелестями, со всем ее многообразием и со всей ее красотой. На этом позвольте закончить сегодняшнюю передачу и попрощаться. Сегодня у нас в студии с нами были Резванов Альберт Анатольевич, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского Федерального Университета, Киясов Андрей Павлович, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального Университета, и Хаиртынов Халид Саубанович, главный инфекционист Минздрава Республики Татарстан. Большое вам спасибо за столь обстоятельный рассказ. Ну, а с вами был я, ведущий, журналист Казанского Федерального Университета, Бигбов Альберт. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова